Маленький Сёма сегодня вместе с мамой едет в детский центр. Дорога дальняя. По пути включают планшет с мультфильмами, чтоб не заскучать. Семячик, пока мы едем, посмотрим на ютюб. Ну, я люблю про пиратов ланчить, но теперь забыл, как я, допустим, Чагин посмотрю и люблю смотреть на Пагодин. Мама Семена Медина внимательно следит, чтоб чего лишнего не посмотрел. И дома тоже строгий контроль. Время просмотра ограничено до получаса в день. Мы стараемся их смотреть не очень часто и не совсем регулярно. Обычно это какие-то ситуации, когда нужно ребёнка ненадолго занять. Ну, я прислушиваюсь к тому, что он хочет, но чаще всего, конечно, выбираю я. Такой контроль не перегиб в воспитании. Даже час просмотра – это уже много для малыша. Тем более, если смотреть без ограничения всё подряд. Мой ребёнок после просмотра некоторых каналов плохо спит и не слушается. А именно эти каналы идут как рекомендованные. В интернете есть полезная информация, но это как иголка в стоге сена, так как ложной, ненужной инфы в миллионы раз больше. Мы, родители, заняты добычей денег для семьи и себя любимых. А тем временем наши дети растут великолепными рабами мирового закулисья. Не секрет, что не все мультики одинаково полезны. Видеозаписи компьютерных игр, шумные, громыхающие зарубежные ролики или поощряющие вредные привычки – всё это обязательно отразится на развитии ребёнка, может и не сразу. Куда лучше старый, советский, с понятным менталитетом, спокойной музыкой и чёткой гранью между добром и злом. Главное – объяснить это малышу. Или хотя бы успеть переключить планшет, когда чадо уже загрузило не тот ролик. Ведь уследить за тем, какие страницы листает малыш, бывает невозможно. Дети легко берут любую информацию, но опасность в том, что дети её берут без фильтров. И вот эти фильтры как раз-таки должны устанавливать взрослые. Любой мультфильм, который к нам приходит из-за рубежа, они, скажем, практически все резко отличаются от нашего менталитета. Отличаются от тех, скажем, наших нравственных каких-то культурных ценностей. Мы потом эти все иностранные мультики видим в компьютерных играх. Мы их потом можем встретить, этих героев, отца в просылках. И очень сложно, например, заставить ту же Машеньку или Настеньку из Морозка пойти и включить газовые комфорты. Контроль поведения детей в интернете – задача родителей. Выхода три. Первый – закрыть доступ к устройству. Второй – быть рядом и следить за тем, что смотрит малыш. И третий – установить блокировку ненужного. В Ютубе есть расширение – видеоблог. Блокирует каналы, которые уже не появятся в поиске. Входим под своим аккаунтом, нажимаем флажок – заблокировать. На мобильных устройствах похожие шаги. Нажимаем настройки – поиск – безопасный поиск. Фильтрация результатов – строгая. Также есть множество приложений из категории «Родительский контроль». Но даже после таких мер заблокировать все неугодные ролики не получится. Новые видео, добавленные уже после блокировки, будут периодически всплывать и попадаться на глаза. Поэтому самым надежным способом был и остается живой «Родительский контроль». Игорь Б subtil. Понятность,ínaя в воду, достойный смарт. Таковая клавистр – поле и категорик. В Fuk dah inspireе,иеiska backlек иtha 2-м Legion.